Так, ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами Михаил Супер и сегодня мы возвращаемся в GTA Vice City. Знаете почему я выбрал именно эту игру? Наверное потому что она мне напоминает о тех солнечных деньках, которые я проводил в компьютерных клубах, когда был мелкий, в 2002 или 2003 году, по 10 рублей за час играл. Ну в общем мы появились возле больницы, это неспроста, потому что создатели опять же как Star Games решили сделать эту же игру только Definitive Edition, но если с мафией у них хоть что-то получилось, ну скажем у разработчиков сделать ремейк полноценной игры, то здесь я не вижу смысла даже скачивать вот эту модификацию, потому что ну там собственно подправили текстуру и все, и ничего, не подправили ни физику автомобиля, ни дичьего, игра та же самая в 2002 году. Они тупо решили отменить денег, вот, а здесь в этой модификации мы как бы перемещаемся на движок GTA IV и здесь все гораздо интереснее, что поведение пешеходов, они рэкдолятся, например, не знаю, даже те же отражения, гораздо круче сделаны в этом лучшее в моде, чем, собственно, рокстаровцами в той игре. Но мы потом тоже скачаем, попробуем запустить, посмотреть чукаво, но мне вот эта именно игра больше по душе. Здесь, конкретно говоря, в миссии особо никаких нет, только две вступительные. Так, сделали, все правильно, все, и все. Для чего эта модификация? Ну, я думаю, чтобы насладиться вперед поперек улицами войсники. Может быть, можно будет скачать и трейнер, поубивать всех подряд, может быть, даже в мультиплеер можно будет рубануться. Вот, напишите в комментах, кто хочет в мультиплеер. Вот, скачаем определенный клиент и зарубимся, собственно говоря, всей оставшейся ордой. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь с интерьерами, как дела обстоят. Вот у нас, значит, мастерский участок. Видимо, тетка ждет своего суженного. Семечки щелкает. А нет у нас телефона. Откуда у тебя телефон в 80-х годах, глядь, пришелец? И чё, решила сбежать из будущего сюда в прошлое? Нет, в 80-х не было, Соня Эриксона. Всё, иди отсюда. Давай, вали. И телефон свой не забудь. Я буду уничтожать электронные изделия. Только не могу топнуть на него, ну ладно. А зайти туда никак. Это вот очередной глюк. Пак. Да чё ты орешь? Блядь, сюда. Так, сейчас, короче, вот, возьму такси, смотрите, у неё сумка кэш торчит прямо из такси. Я хочу украсть деньги. Эй, Словач, ну давай. Ну чё ты, а? Он реально камикадзе какой-то, смотрите, у него даже шляпа красная. Давай покатаемся вместе. О, смотрите, сколько у него денег он натаксовал, давайте заберём. Так, всегда знал, что в Яндекс.Такси платят неплохо. Так, погнали. Прокатимся, короче. Тут, короче, немного есть трамплины даже, но они сделаны, видимо, для других целей, для других машин. Звуки поменялись, наверное, как-то всё торяло сейчас. Сложно сказать, пойти, мотоцикл. Стоит гоночный болид. Странно, да? Всё, давайте попробуем сесть с него. Мне надоело таксовать, хочу сразу за... Удачку, смотрите, как он лихо в окно забежал. Клин, ну это топ вообще. Даже дверь не надо было открывать. Потому что тут выбитое стёпло. Ладно, погнали. Попятимся. Ап. Нет, чё, боли, вообще неудобно. Гораздо лучше всё-таки проходить на мотоцикле. Да, с этим, потому что... Потому что потому. Крайне неудобно. Вот, я шли его, конечно. Всё гораздо забавнее выглядит, чем в оригинальной игре. Всё-таки движок четвёрки, он был на своё время очень круто реализован. Даже, по-моему, лучше, чем в пятой игре. Там уже всё поурезали. Вот, они уже делали там ради денег. Это всё, а не ради идей каких-то. Да, конечно, графику можно подтянуть, хотя в какие-то там логикации, как-то повышающие графики, но в целом всё прикольно. На движке четвёрки, кажется, много различных игр можно поставить. Карты из Максплейна, например, или из пасты в андерграунд. Да, случаются танкузы, конечно. Блин, не считай лень это делать. Крайне тяжело, если трафик, который образовался здесь. В следствии нашей аварии. Так, попробуем забраться там. Какой-то пакет был. Опа! Получилось. Забавно кататься так, по крыше. А куда я не долечу? Да-да. Ну и ладно. Кофик. Самый главный трамплин детства, я думаю, все его помнят. Он располагается неподалёку от Куба. Кстати, тут надо будет зайти. Сейчас. Вот здесь, короче, вот этот трамплин. Всегда помню, он перелетал в замедленном виде между островами. Вот эта тема прям была. Так. О, ништяк сейчас будет. Очень атмосферно. По крайней мере, микрофон у меня как будто за 100 рублей купленный там, в переходе. О, это было жёстко. Он схватился за стриму, видимо, потому что ему уже много лет. А его эксплуатируют до сих пор. В правстве Томми, короче, у нас. Ладно, возьмём нашу эмбуланс. И хотел поехать в клуб. Вот, принял каблетки. Сейчас поеду в клубешник. В провинцию, а что с неё взять? Всё, давай. Погнали. Так. Первое, что бросается в глаза. Её можно убнать. В оригинальной GTA-шке я мучился раза два. И машина у вас закрыта. Её можно было только взорвать. А не поворотивая вообще. Застрявте в стурах. Опа. Ладно, придётся воспользоваться услугами... Услугами такси, но... А, вообще не работает. Ладно, возьму у вас тачку, ребят. Вы не против? О, спасибо. Коман! Коман! Всё. А, он меня теперь может задержать, потому что у меня дверь открыта. Всё. Главное, водить отсюда. Это было забавно. Видишь, да? Причёмку дверю-ка она сейчас прибила. Кому? Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, здесь вроде можно было стрелять. Свернулось. Давайте проверим это. Я так до клуба и не доеду, походу. Так, сейчас. Вот это самое весёлое будет. Всё не взрывается. А где аутентичность? Блин. О, гоночный болид. На таком только и цыпочку цеплять. Хотя это не копейка. На копейке едешь, на тебя сразу все смотрят. Надо будет потом скачать мод на копейку, короче. И кататься по солнечному вазе. Так, в какой стороне у нас находится? По-моему, в другой стороне у нас находится клуб. Так. Сейчас. Объеду. Судеби-ка этих негодяев. Вот это настоящая погоня, а не форс-пит. В Майами. Так. Всё, сейчас проедут. Слишком много машин. Все такие богатые. Ну, даже прохожих меньше, чем автолюбисты. Наверное, сегазованностью жасто. Вот они тупые. Они не умеют предугадывать, когда поедут. Кстати, видел такую ситуацию в городе у себя. Еду, перехожу по переходу и, значит, это... Выезжает, значит, скутерист зимой по льду. И за ним, короче, тачка по ПСС-те. Потом он, значит, поворачивается в сторону магазина, и там уже три полицейских подключаются. Но это явно, блин, три звёздных. Интересно, он уехал или нет, но это было очень эпично. Прямо сирена, мегалка, там всё было. Опа. Вот я и в клубе. Так, ну чё, погнали. Посмотрим, чё там. Света, музыка. А ничего, собственно говоря, и нет. Пусто. А где люди? Почему никого нет? Никто ничего не наливает, что ли? Клуб закрыт, я так понял. И он после 11 функционирует. Хотя нет, сейчас коронавирус, всё нормально. Как-то издали указ, что все заведения, в принципе, должны быть закрыты. Поэтому всё нормально. Игра адаптируется под наши реалии. Так. Чё тут у нас есть? Тут обычно была катана. И костюм. Но ничего из этого я здесь не вижу. Ладно, просто добавили локацию. Ничего нового. Блин, я думал, можно повеселиться. Хотя бы анимация есть уже какая-то, уже неплохо. Но здесь как-то слишком уныло. Никого нет. Клуб, у меня тут, это, спавнеры. Я бы тут заспавнил кого-нибудь и это, гранатами бы закидал. Так. Ну что? Поднай-то в магазин Солнышко. Сани Шайн. Или как он там назывался этот магазин? Я думаю, там-то мы можем себе чё-нибудь прикупить. Единственное, что на карте раскупаны, это задание. У нас гонка, без связи. Можем потом закатиться. Я сейчас хочу доехать до магазина. Недалеко. Вот. Вот эти столбы, кстати, что удивительно, они никак вообще не пробиваются. То есть это очень большой косяк. Сделали бы их динамичными и цены бы этой модификации не было. То есть всё бы было как-то в настоящем гитажке. Всё сносить. Ну а здесь добавили тапельку реальности. Так. Вот, кстати, будет прикольно по магазину покататься на мотоцикле. Если он, конечно, открыт. Вот, прикольно. Так, сейчас. Сейчас. Ещё бы не положено мистика, переходить дорогу, а? Сдражаются вот эти... Забавно, блин, тачка летит по воздуху и потом спускается. Вы это тоже видели, да? Это мистика. Да что ж такое-то, а? Что ты делишь? Я не могу попасть в магазин? Или он закрыт на ремонт? А нет, я вижу там текстуры. Всё, почему я не могу попасть? Да ну нафиг. Застрял. И я застрял немножко. Не могу сдвинуть с места. Ладно. Попробуем обойти. Значит, это заведение. И попасть через другой вход. Я думаю, всё равно там что-нибудь да проработали. Это, кстати, если чё, это в ICT Rage 4 версия. До этого у меня всегда стоял вторая версия. Там практически всё было открыто. Так, сейчас. Прогуляемся по городу. О, вот здесь уже открыто всё. Надо было сюда и заходить. Так, ну чё, давайте возьмём какой-нибудь транспорт всё-таки. Так. Я здесь не вижу ни одного человека на мотоцикле. А мне как раз он нужен. Вот когда надо, блин. Нет, когда не надо, они есть. Сейчас, врач, поищу чё-нибудь. А на тачке не получится, интересно, поехать. Так. Покатаемся. Нет, не прорезет. Я ещё застрял в текстурах. О! А это идея. Вон, 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 вон. Надо догнать. Надо догнать. Отдай тачку. Тачку отдай. Мне нужно догнать срочно. Ребят, срочное задание. Так, 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 так. Нужно срочно остановить их. Опа. А ну, отдавай мотоцикл. Кастик зелёный. Одну звёздочку дали, но это ничего страшного. Сейчас, сейчас мы его устроим. Катаемся по привавкам. Мне интересно, там вообще все работает или нет. Или они так ничего не добавили. Сейчас, короче, налево. Жопа. Не-не-не-не-нет! Не сдавайся! Ты чё? Чел! Эх, проернулся. Сейчас, короче, найдут тачку опять неподалёку. Отомщу. С лобовикам. Так. Вперёд, вперёд, вперёд. Большая авария. Теперь погоняйся за мной. Всё-таки тут отражение на высоте. Мне это понравилось. Как машины, летящие по воздуху, так и различные препятствия, которые невозможно никак... вообще уничтожить. Надо шёстко... Я нашёл этот вход в магазин. Так, возьму сейчас... Ну, отдай. Отдай. Свой мотоцикл. Сейчас темно, я думаю. Магазин тоже свет уже выключили. Уничтожить. Ну, очень, кстати, поприкольнее будет. Давайте потихоньку... А, здесь закрыто. Здесь, может быть, были... Другой вход. Сейчас мощь изойдёт в магазин. Будто купить и вас. Она уже 10 часов. Здесь она уже никто не продаёт. Так, вперёд за покупками. Сейчас скидки. Акции. Безпишей. Чёрная пятница. Так, сейчас. Вперёд, вперёд, вперёд. Ага, здесь немножко так. Во, 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 во. Ночной супермаркет. А чё это мы тут разбуливаем? А где охрана? Где ночные стражи? Галактики. Так, вот ещё кто-то бегает. Одни девчонки бегают. Видимо, они спрятались здесь, чтобы тырить себе одежду. Так. Шопоголики, а? Ночные шопоголики. Опа. Я ничего не вижу. Здесь слишком темно. Опа. А это чё такое? Всё за беспредел. Я вас догоню. Только я ничего не вижу. Так. Подсвечиваю немножко лампу. Денежки. Денежки всегда светятся. Так. Где мой аппарат? Вот такой вот у нас ночной шопинг в GTA Vice City. Ничего не освещается. Какие-то только прилавки больше горят. Опа. Не бывает. Подкнулся от чё-то. Ну что, пойдём выйдем уже из магазина. Погуляемся по городу. Попробую получить несколько звёздочек. А! Я застрял. И умер в текстурах. Достойный конец. Опа. Опа. Ай. Вы это сами сейчас наблюдаете? Как ему хреново? Отравился просрочкой. Ну, а там бы написали, что умер от коронавируса. Ладно. Погнали. Погнали. Покатаемся. Тут, кстати, у нас не прогрузилась нифига. Локация. Мы видим. Сейчас слишком белая. Всё. О, завелась. Можно погонять. Но только, мне кажется, у неё излишний вес какой-то есть. Потому что крайне неудобно на ней гонять. Как мы видим, пропадают текстуры. Больше. Бывает такое. В общем, делаю вердикт. В принципе, эта модификация прикольная. Она чисто погоняет. Выглядит не так. Но! Но! Её не хватает в полноценной игры. Если справить мелкие кассеты, то, в принципе, это была бы достойная замена ктава и сити. Ну, не замена, а как бы ремастера. Но всё равно. Это гораздо лучше того, что сделали рок-старовцы к Definitive Edition. Так, ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Ещё увидимся, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.